как убрать страх после аварии если вы попали в дтп или кто-то из ваших близких знакомых и она была такой достаточно эмоционально насыщенная что с этим делать смотрите страх убирается здесь какие важны правила первое чем быстрее вы обращаетесь за помощью психологу тем лучше то есть если вы например не знаю после аварии там прошла неделька 2 и вы пробуете его убрать то это меньшее количество встреч потребуется меньше травматики чем если вы через полгода через год или через семь лет решили обратиться потому что чувствуете что сны снятся вспышки есть до сих пор где-то сажусь и меня тикает за руль да то есть вот чем ближе к самой травме тем эффективнее и быстрее вы это сможете убрать это первое второе почему еще важно вот поторопиться до обратиться за помощью к психологу чтобы вспышку убрать этот навязчивый образ этот страх может сформироваться не всегда идет в страх до в повторении в навязчивый образ иногда идет перевертыш когда страх абсолютно схлопывается и становится незаметным о я теперь вообще смело вообще нормально и поскольку то есть он как будто страх капсулируется и помещается внутрь души но от этого ядерные отходы там не становится меньше и здесь опасность заключается в том что когда у человека блокируется рефлекс вот этот страха да на самовыживание это тоже ничего хорошего нет тогда я очень смелый почему-то делаю такие движения которые все остальные смотрят и говорит ты чё делаешь ты не понимаешь что ты сейчас вот погибнуть может а чё нормально как будто искренне не боится то есть это вот к перевертыш травматического драматического переживания а теперь значит сколько за какой период встреч с психологом можно убрать вот этот страх после дтп смотрите ориентировочно это от одной до пяти встреч с психологом от чего зависит это количество то есть каждая встреча по часу срок зависит первое от количества воспоминаний которые у вас накопились то есть например если это было пять лет назад то смотрите тогда надо будет убирать не только саму вспышку воспоминания а поскольку страхе не знаете как пирамидка наслаиваются то есть если было давно то она как будто знаете вот раз пирамидка вторая лепешечка села через неделю снова напугалась а потом третья лепешечка с кем-то ехала и таксист ехал быстро и я аж вот так вот спряталась да то есть раз третье воспоминание четверг и они начинают наслаивать и тогда каждую эту вспышку придется по 20-30 минут убирать отдельно поэтому вот количество встреч она зависит от срока когда это было и количество воспоминаний в принципе еще значит от чего зависит сроки иногда бывает что человек говорит у меня вот было совсем недавно вот предположим там три дня назад случилось вот кто-то тот и я боюсь и вроде бы как вспышка одна и мы рассчитываем что за один час мы все уберем когда начинаем там человека начинаю погружать немножко такое состояние такое какое надо у человека начинают всплывать образы опа а я еще вот здесь и видел не знаю фильм в детстве когда было аналогичной ситуации у и там например в аварии погибли родители ребенка и я тогда так рыдал глядя на то как этот ребенок остался без родителей после автокатастрофы то есть начинают в памяти всплывать какие-то моменты которые оказываются но тоже управляют и как будто немножко подталкивает и тогда на каждое это воспоминание нужно тоже немножко количество какое-то времени чтобы подстирать поэтому это количество встреч от 1 до 5 она вот немножко разное так ну если это конечно шумахер который попадал в аварии там 15 раз за всю свою жизнь то конечно здесь и за 10 встреч мы не уберем это надо дольше дальше в прошлом видеоролике в одном из прошлых видеороликов я рассказывала про вообще в принципе метод dpdg что это за метод на чем он основан как изобретен и про вторичную выгоду смотрите никакое никакая методика не поможет если есть вторичная выгода какая-то что это такое вы можете посмотреть в предыдущих видеороликах дальше напомню буквально пару слов что метод dpdg это десенсибилизация и переработка движением глаз он а метод очень много в 1998 году был только изобретен 2013 году его признала всемирная организация здравоохранения большая часть развитых стран продвинутых стран взяли его себе как обязательные для психологии катастроф психологи мчс ники обязаны этот метод знать и работать с ним после например там произошло землетрясение психологов посылает они должны работать с этими людьми то есть именно этой методикой работают по поводу гарантия то значит такой вопрос иногда возникает вы мне гарантируете что я вот к вам сейчас приду и через несколько встреч я выйду чистый и замечательный красивый да смотрите здесь такой момент мне был клиент который работал в обществе по защите прав потребителей и когда в этом работаешь долго он наш рассказывает о том что вот ну часть людей правда есть который но вот как-то столкнулись со сложностью искренне обижены не понимают и обращаются за помощью до будь то в суды или общество по защите прав потребителя а есть часть населения определенный процент которые ну как сказать то вот такое недобросовестная спекуляция до который в принципе живут вот на этом поэтому вот ну психологии выдавать гарантийные талоны здесь ну как бы нереально да как убрать страх после аварии еще важно добавить такой момент несмотря на то что как бы гарантий здесь гарантийные талоны не выдашь тем не менее метод настолько быстрый и глядя на то как клиенты двигаются насколько то есть я вообще сама как психолог такой очень сильный скептик и я быстрые методы не очень верю то есть но отношусь к этому ну как бы какой-то фикции как цирку шапито да ну правда когда вот ну слышать рекламы там вот про вот такие методы но не верю при этом глядя как на клиентов это работает я у меня я тоже немножко шокирована скоростью ну с какой скоростью происходят изменения поэтому метод ну правда быстрый ну правда удивительно то есть он больше основан даже не на психологии а на биологии то есть на нашей анатомии на как переключается полушария то есть он как ближе к медицине хоть психологи пытаются найти психологи медики пытается найти вообще объяснить обоснование да почему же он такой эффективный то почему же он так быстро стирает да то что там раньше после военные синдромы работали с людьми годами и она особо не уходило а сейчас она там какой-то там месяц два несколько буквально буквально и у человека стирается человек начинает нормально спать он перестает кидаться пытаться гранатами до которых нету ну то есть почему он так быстро работает а другие методы не работали люди ученые пытаются лишь обосновать на чем основана вот эта вся наша психофизиология левое право про ушали как она там включается какие нервные связи куда там пошли потекли там и так далее но как будто бы даже до конца полного обоснования почему он настолько эффективен его ну вот его нету то есть только попытки его обосновать почему он настолько эффективны